Валерий Иванович, спасибо, что пришли. Добрый день, Сергей Николаевич. Спасибо вам, что вы пригласили. Всегда рады вас видеть здесь. Вы много лет возглавляли комитет по местному самоправлению и еще возглавляете сейчас и регламент облсовета. Буквально через две недели, чуть больше, областной совет прекратит нынешнюю свою деятельность. Будут выбраны новые депутаты. С каким чувством вы оцениваете свою работу и, может быть, если вкратце, работу комитета? Есть какие-то вещи, которые дают мне основания для небольшого удовлетворения. А есть, конечно, вопросы, которые решить не удалось, прямо надо сказать. Хотя, если так взять мои ожидания в 16-м году, которые были, ну, представлялось, наверное, в то время несколько все идеальным, да, то есть казалось, что... Это вам-то, опытному Зуброву. Ну, тем не менее, я же понимаю прекрасно, что такой политический процесс, тем более новые люди пришли. Это сложная ситуация сама по себе. А что не удалось-то решить? По-моему, вот все идет, как идет. Знаете... Объединение, создание округов происходит, да, инновации такие. Ну, даже создание, там, Орловского муниципального округа. Ну, вроде бы, казалось, результат, да, с точки зрения юридического результата. Вот, ну, осталось много вопросов. Самый главный вопрос, который вот у меня остается, я его всегда задавал на всех мероприятиях, связанных вот с этим преобразованием. Будет ли лучше людям, которые вот живут там на местах? И я здесь вижу проблему какую, что сегодня есть 17 глав поселений муниципальных, сегодня есть 17 сельских советов, да, в этих муниципальных поселениях. Там, понятно, недостаток, там, финансовых ресурсов, недостаток, там, власти, еще чего-то, да. Но все равно, как я оцениваю и разговаривал с людьми и с этими же людьми, вот, которые исполняют эти полномочия, ну, они очень серьезную роль эти люди выполняют. Это люди, которые находятся близко к населению, это люди, которые откликаются на какие-то прям конкретные просьбы людей. И вот сейчас мы что увидим? Мы увидим, что глав поселений не будет, депутатов не будет, а на этих местах будут представители администрации, будут чиновники. И мы с вами понимаем, что чиновник с его полномочиями, с его статусом, ну, пусть это так громко прозвучит, но он политиков не может заменить. Все-таки, как бы там ни было, я, как юрист, оцениваю, что глава муниципального поселения, депутат – это политик. Пусть он маленький политик, пусть он на этой ограниченной территории. Чиновник руками своими не поднимет асфальт. Совершенно верно. Ну, теперь четко будет ясно, кто виноват, да? В неисполнении полномочия. Да, ну, и тогда было, в принципе, понятно. Если человек задавался вопросом и хотел получить ответ на этот вопрос, он его... Нет, ну, где-то можно было стрелки, грубо говоря, перевести на главу поселения. Ну, друг на друга стрелки можно было перевести, на практике так и происходило. Глава поселения говорил, вы знаете, там, я не могу решить эти вопросы, идите в район. А в районе, наоборот, человеку говорили, да это не наши полномочия, идите в поселение. Ну, и человек там раза два сходил туда-сюда и успокаивался. Марий Иванович, ну, разве это не объективные процессы? Вот, ну, действительно, мы же видим, что демография накладывает свой отпечаток. Все меньше и меньше людей у нас и в регионе, и тем более в сельских районах проживает, да? Наверное, объединение районов, это не сегодня, а завтра должно произойти. Ну, мы этот вопрос, в принципе, анализировали, обсуждали. Ну, мое личное мнение, конечно, я с вами согласен, но нужно, наверное, анализировать, смотреть на муниципальные поселения в различных районах. И нужно было начинать, конечно, может быть, с объединения муниципальных поселений. А, возможно, можно было посмотреть и на объединение некоторых районов. Я понимаю, что главы сейчас, услышав там мою мысль, например, там, Корсаковского района, Сосковского района, Знаменского района, да, где районными центром являются села и население этих районов, оно примерно равно населению некоторых муниципальных поселений Орловского района. Они, возможно, обидятся или как-то посчитают не совсем правильным мое высказывание, но, в принципе, там можно было посмотреть и на эти вещи. А речь идет, по большому счету, о какой экономии там? Ну, несколько миллионов рублей в год, да? А я вообще считаю, что вот в случае с Орловским районом, я думаю, экономии как таковой там вообще не будет. И получается, что вот, ну, ради того, что мы говорим, что мы не будем теперь платить зарплату этим, 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 да, за счет этого мы там экономим, но мы лишаемся, как бы, такой действительно политической важной составляющей, вот, общения людей. Ну, инициаторы, идеологи данного преобразования, насколько я их понимаю, прочитываю, они, как бы, в качестве вот достоинства этого преобразования видят централизацию власти, централизацию финансовых средств. То есть, если сегодня мы возьмем денежные средства, которые есть в Орловском районе, они распределены между районом и 17-ми муниципальными поселениями, то это будет единый бюджет, это будут единые деньги, и заниматься этим будет совет и глава администрации данного... Ну, я понимаю, что те идеи, которые были в свое время заложены в местное самоуправление, они вот выхолачиваются благодаря таким. Ну, тут вообще, как бы, надо сказать, федеральный законодатель приложил руку здесь, если мы возьмем 131-й закон в 2003 году, да, и мы возьмем 131-й закон сегодня, то это совершенно два разных закона. Я вот смотрю, там, титульный лист данного 131-го закона, только перечисление федеральных законов, которыми внесены изменения в 131-й, занимает две страницы. То есть, более 200 федеральных законов, которыми внесены достаточно серьезные изменения. Причем, вот я себе задаю вопрос, зачем? И вот возникает два таких момента, то есть, с целью улучшения жизни людей, живущих на местах... То ли улучшение жизни других людей? Да, или других людей, или с целью, там, усиления, допустим, там, вертикали власти. Куда уж сильнее-то ее усиливать. Ну, вот так. Ведь в сегодняшней ситуации, допустим, вот один из моментов, который как раз вызывает у меня так, ну, сожаление, что не удалось реализовать. Мне удалось убедить коллег моих по комитету, учитывая даже то, что они из разных фракций, представляют разные партии, КПРФ и ЛДПР, и вот Единая Россия. Мне удалось убедить их в том, что органы местного самоуправления нужно рассматривать как равноправных партнеров во взаимоотношениях с органами госвласти. А органы госвласти, например, нашей области, да, если взять, они рассматривают органы местного самоуправления как проводников своих идей, проводников своей политики. В принципе, возражать-то категорически против того, что они должны являться проводниками государственной политики, нельзя. Но вопрос-то в другом, как бы, мы же понимаем прекрасно, есть много сфер общественных отношений, где, по большому счету, там, например, выявление воли избирателей, там, или где-то еще. Но здесь же не должна власть, извините, какую-то силу применять. Здесь же должно все-таки реальное волеизъявление мониторироваться. То вы считаете, что реальное волеизъявление должно быть? Нет, ну, я считаю, ну, понятно, что сегодня ситуация у нас такая политическая, достаточно сложная. Но это тема для отдельной дискуссии, это вопрос сложнейший. Попробую выразить ее порой несогласие, да? Ну, дело, вот вы как раз самая главная проблема, ведь в чем проблема на местах? Почему, например, представительные органы там играют, или стали играть меньшую роль, чем, допустим, они играли там 20 лет назад? Потому что депутаты, входящие в состав этих представительных органов, они очень сильно зависимы от, допустим, главы. Ну, тебе же потом не выберут, просто команда придет из области. Ну, не выберут, это одно дело, и ты не решишь ни один свой вопрос, даже житейский. Вот, вот в чем вопрос. И поэтому вот я тоже отношу к вопросам, которые не решены. Я так декларировал, как бы, свое мнение, и депутаты соглашались со мной, комитета, что нужно поднимать роль представительных органов. И в частности, например, нужно создавать аппараты представительных органов. А у нас, наоборот, сегодня считается, что здорово экономия бюджетных средств, если там в городских округах есть аппараты в советах. А, по сути, даже во многих районах их нет, и эту роль аппаратов играют администрации. Ну, вообще, получается, интересная вещь. Говоря о повышении роли представительных органов власти, тут надо, наверное, и об областном совете поговорить. Многие люди, обыватели, задаются таким простым вопросом, а зачем областной совет нужен, если есть губернатор, региональное правительство, что решило, то и будет. И, по большому счету, ведь депутаты всегда голосуют так, как хочет администрация области, региональное правительство. Ну, здесь я хочу сказать, что, наверное, вы говорите о том, что находится в конечном итоге, что мы видим, когда голосуют. Конечно. Но, если взять сам процесс политический... Вы можете дебатировать, говорить о том, что тут цифры не сходятся, здесь бюджеты дефицитные, а власть говорит, что он бездефицитный. Но, тем не менее, все равно вы голосуете так, как надо правительству региону. Ну, я бы не сказал, что это вот буквально во всех отношениях это так. Здесь как бы взвешивается ситуация, там, стоит ли отношения усложнять, там, например, законодательной власти с исполнительной властью с губернатором. Да, и я здесь сторонник, и, допустим, с тем же Сергеем Григорьевичем Потемкиным мы, например, поднимали вопросы, связанные с бюджетным процессом. Допустим, возникала ситуация такая, когда приходят деньги, например, из федерального бюджета, да, исполнительная власть, ну, я ее понимаю, я, наверное, если бы находился в исполнительной власти, тоже так бы поступил, вносит, например, там, один миллиард рублей в бюджет и не распределяя при этом по статьям. То есть, тем самым, как бы, губернатор оставляет себе свободу действий, свободу усмотрения в распределении этих средств. А мы действительно с вами, можно согласиться, здесь проглатываем это, голосуем, даем свободу, надеясь, что все это будет хорошо. А потом, здесь можно понимать губернатора, и здесь его можно оценивать в этом плане положительно даже. У него свои интересы, конечно. То есть, он, получая свободу, он действует, он выезжает, например, в район, к нему обращается, у него есть свобода в выделении денег. А мы, в конечном итоге, потом все равно мы утверждаем данные действия, да, мы же их утверждаем. О чем говорим? Что должен быть баланс между представительной и исполнительной власти? А областной совет остается в стороне. Ну, я вам скажу, это было предметом достаточно серьезных дискуссий. Ну, наверное, вы правы. Наверное, вот ситуация у нас примерно такая. У нас 50 депутатов в областном совете. Значит, Ярославская областная дума тоже имеет 50. При том, что численность населения Ярославской области в полтора раза больше, чем в Орловской. Тульская областная дума, 36 депутатов областного совета, областной думы. Вот не стоит ли как-то оптимизироваться в связи с этим? Я думаю, что вот здесь как раз проблемы нет. Если взять арифметику простую, значит, в Орловской области то, что 50 депутатов и населения меньше, это значит, количество населения, приходящееся на дон депутата, меньше, и у депутата появляется возможность, ну, ближе подойти к этим избирателям, к этому населению. Это с этой стороны хорошо. Когда говорят о том, что вот, расходы большие, люди не понимают, многие, что... А какие расходы на депутата, который работает на непостоянной основе? Он не получает никаких денег, да, там дают на обеспечение деятельности помощных в 30 тысяч. Все, больше никаких денег нет. Ну, так около 100 миллионов, по-моему, в год, да, на содержание аппарата областного совета? Да, 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 104 миллиона, это в целом. Здесь расходы идут на содержание аппарата, который у нас 60 человек с небольшим, ну, и 14 депутатов, работающие на постоянной основе. Кстати, вот я в первом созыве областной думы работал, у нас было там около 20 человек аппарат. Вот сейчас может возникнуть вопрос, как же так, в три раза он увеличился. Ну, я хочу сказать, что и объем, наверное, все-таки полномочий увеличился, и задачи. Ну, здесь, конечно, есть проблемы. Я считаю, что можно загружать бы больше депутатов, работающих на постоянной основе. Депутаты, по вашему мнению, это законотворцы, то есть люди, которые готовят законы, или, ну, мы же знаем, что есть депутаты, которые, например, во дворах с избирателями пляшут, танцуют, и такими являются друзьями народа. Наверное, и то, и то нужно, да? Ну, смотрите, в самом названии, в определении статуса данного органа власти уже есть ответ на этот вопрос. У нас областной совет, это высший орган законодательных, в скобках, представительной власти. Здесь, конечно, возникает вопрос, какова доля здесь вот законотворчества, и какова доля представительства. Мое личное мнение, я считаю, что, конечно, если, к примеру, человек избран по одномандатному избирательному округу, и если на него возлагают надежды избирателей, они к нему обращаются по каким-то конкретным вопросам, то, конечно, имея определенные юридические механизмы, возможности, этот человек должен, безусловно, им помочь. Грубо говоря, блат в органах исполнительной власти. Ну, тут даже не блат, тут даже, вот смотрите, вот есть запрос, например, у депутата, да? Не всегда депутаты понимают, насколько это сильный инструмент. Ведь запрос на запрос должен быть ответ, официальный ответ. И депутат может не ограничиться этим ответом, а может и дальше действовать. Но, возвращаясь вот к вопросу, который вы задали, я хочу сказать о том, что все-таки функция представительства, она больше заключается в чем? Она заключается в выявлении каких-то приоритетных мнений населения, да, того округа, к примеру, из которого вы избраны. И далее притворение, превращение вот этих мнений приоритетных в областные законы. Потому что здесь, как бы, ну, решу я вопрос, там, один, два, пять, десять, пятнадцать, во дворах, как вы говорите, там, потанцую, там, пирожки принесу. Все это, ну, наверное, ну, возможно, это и хорошо, возможно, это нравится там кому-то, да? Но здесь, наверное, больше, если я, к примеру, выступлю инициатором законопроекта и решу какие-то конкретные проблемы всего населения Орловской области, да, если закон мой будет принят, законопроект, ну, наверное, это гораздо важнее. Хотя понятно, что для людей, живущих на территории округа, в котором избран депутат, важнее решение конкретных проблем избирателей. Кстати, вот о наказах избирателей, да, недавно прозвучала информация, что за пять лет депутатства 300 миллионов рублей по наказам избирателей были, что называется, освоены, ну, пошли... В целом, в целом, по области 50 депутатов, да, примерно так. А вот это не подкуп избирателей? Ну, вы знаете, здесь, вот если посмотреть, проанализировать те вопросы, которые решены с помощью вот этих денег... Нет, так они все хорошие вопросы там, и закупленное оборудование в медучреждения, там, и школы, и прочее, и прочее. Все хорошие вопросы-то, вопросов нет. Вы знаете, я как оцениваю данный вопрос? Если, вот, ну, я общаюсь с разными людьми, там, с руководителями учреждений, организаций, образования, здравоохранения и так далее, спорта, когда им задаешь вопрос, вот, если, к примеру, я бы вам не помог, вы получили бы эти деньги, вот, от бюджета? Возможно, вы получили, и это через 10, или сколько, а может и нет. Я просто могу пример вот привести. Достаточно большие деньги, вот, изнаказываю. Я выделил, например, Дюж-3, Григоренко, вот, Виктор Евгеньевич, да, руководитель. И я, например, с удовлетворением могу сказать, что им удалось перекрыть крышу манежа, им удалось там еще кое-какие конкретные вещи материальные сделать, где я посмотрел. Вот, они бы этого не сделали. Ну, исходя из этой практики, вам надо давать не миллион, там, полтора, а надо 10 давать. Нет. Вы тогда подмените исполнительную власть. Нет, ну, здесь вы в постановке вопросов в определенной степени правы. Я, конечно... Нарушается конкуренция при выборах. Я по-своему оцениваю тоже эти депутатские наказы. Мое идеальное представление о депутатских этих наказах, о деньгах, оно должно быть... Мое какое представление? Когда вот сейчас, например, да, идет кампания. Да. Кандидаты встречаются с людьми. Люди задают им вопросы, которые они фиксируют, и которые, в принципе, могут превратиться в наказы. Да, и за бюджетный счет решены. Но они могут превратиться в наказы, смотрите, я просто вот акцент делаю на чем, в случае одобрения этих пожеланий областным советом. То есть, что на практике должно происходить? Вот, и избрано 50 депутатов, они все получили, к примеру, там, по 100 наказам, да. Ну, представьте себе, это 5 тысяч. Не может реализовываться вот данное количество такое. И денег не хватит, и возможностей не хватит. Так вот, задача областного совета проанализировать вот эти все наказы, выбрать из них приоритетные, утвердить их. И тогда, как бы, депутат уже в течение пяти лет, он не будет свободен, как вы говорите, как вы назвали, подкупом или чем-то, он не будет свободен в выборе. Он будет уже реализовывать тот наказ, который ему дали его избиратели, и который одобрил областной совет. Вот этого на сегодняшний день пока нет. Естественно, ну, с вами в определенной степени можно согласиться. Есть здесь, есть проблемы. — Виктор Иванович, я так понимаю, что вы в областной совет новый избираться не намерены. — Чем вы будете заниматься? — Ну, во-первых, я продолжаю свою преподавательскую деятельность в Орловском государственном университете, в Российской академии госслужбы, в Институте управления. Ну, я не бросал это занятие, в принципе. — Но ваш опыт должен быть, наверное, новыми законодателями востребован? — Советником станете? — Нет, советником, наверное, я не стану. Советником не стану. Нет, наверное, нет. Знаете почему? Мне кажется, если такое решение, к примеру, было бы принято, оно бы вызвало определенную негативную оценку со стороны даже общественности, исполнительной власти, дополнительные расходы. Вот самый главный аргумент дополнительный. — А вам важно это, да, общественное мнение? Репутация? — Да безусловно, мне важно общественное мнение и репутация. Я даже скажу вам больше, вот когда общаешься с людьми, ну, данная проблема, она давно стоит. Ведь если задаться вопросом, а вообще вот слово депутат... — Оскорбительный? — Какое оно вообще, вот если задать населению данный вопрос? — Ну, к сожалению, надо сказать, что сегодня во многом... — Акрас такой не очень. — Акрас не совсем положительный. Во многом виноваты мы сами в этом. — Потому что вот как раз один из моментов мы с вами затронули. Ну, надо, наверное, депутатам проявлять, может быть, более принципиальную позицию, тогда, когда исполнительная власть что-то вносит, а здесь явный какой-то такой окрас, может быть, не совсем положительный для интересов населения, здесь Совет должен проявлять принципиальную позицию и отклонять, а то, может быть, преодолевать вето там губернатора, когда мы сами... были такие моменты у нас, мы, например, принимаем закон или там постановление, а губернатор данный закон, например, отклоняет. Мы... у нас есть возможность преодолеть вето. Мы остановились. — Были случаи, вы хотели почетного гражданина сделать, например, Кабанова, да, генерал ФСБ? — Ну, с почетным гражданином, наверное, это... — А губернатор на это не пошел? — Ну, это другой вопрос. Я не ставлю в один ряд это дело. Здесь, наверное, вопрос другой. Я говорю больше все-таки о законах. Я говорю о законах. Вот. И... ну, вот в частности, там, например, бюджетный процесс. Смотрите, мы, с одной стороны, сами же дали свободу, например, там, исполнительной власти, и говорим, ну, давайте, там, бюджетную роспись меняйте. — Угу. — Они меняют. Потом, например, даже вот сейчас на последней сессии, там, и на президиуме задается вопрос. Слушайте, а чего вы не посоветовались с областным советом по данному вопросу? Ну, а руководитель департамента финансов стоит. Ей, видимо, неудобно сказать, что, ребят, ну, вы сами же дали такую возможность, юридическая возможность у нас есть, вы... — Она скромная и порядочная женщина. — Да, а что же вы, на что вы сетуете? То есть, ну, вот здесь, получается, во многом мы сами виноваты, сами создали такие условия. И я просто, может быть, делаю вывод, что, ну, в любом случае, население же нас тоже оценивает, да, и оценивает принципиальность нашу. Ну, поэтому во многом вот эта общественная оценка, она зависит от той принципиальной позиции, которой мы занимаем. Не просто в отдельности каждый из нас, а вот как коллегиальный орган, да, областной совет. — Мы с вами говорили о том, что создать некий не общественный совет при облсовете, а какой-то экспертный, но вы будете этим заниматься дальше? — Я вижу себя в этом процессе. Ну, сказать, это же не от меня, вот, персонально зависит решение данного вопроса. Ну, я себя вижу. Если я буду востребован в этом качестве, значит, я с удовольствием этим занимаюсь. — И надо, чтобы голос ваш и совета звучал. — Я, кстати, с вами совершенно в этом согласен. Здесь, учитывая то, что именно вот общественный контроль, то, что, допустим, тот или иной проект появляется, и рядом с ним звучит общественная оценка, например, это хорошо будет. То есть в этот совет должны попасть люди, которые должны представлять интересы различных слоев населения Орловской области. — Валерий Иванович, СМИ всегда вас поддержат, когда будет ваш голос звучать. — Спасибо. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова